Не всякому желающему суждено попасть в усадьбу Стерлиговых. Для посетителей крестьянских ярмарк действует дресс-код. Фермеры проходят строжайшую проверку продукции так называемым комитетом продовольственной безопасности. Но именно это и манит сюда ревнителей всего натурального. На нынешнюю, уже пятую по счету ярмарку съехались крестьяне и любопытствующие из разных городов России, Белоруссии, Украины, Татарстана, Дагестана, Абхазии, Армении, Нагорного Карабаха. Александр, новичок в своем ремесле, занялся изготовлением шоколада всего год назад. Говорит, поначалу, прежде чем добиться нужного вкуса, перепортил очень много материала. Однако уверяет, что ничего сложного в производстве лакомства нет. Главное, найти свою изюминку. Сейчас его вкусный и безопасный шоколад пользуется большим спросом не только у простых сладкоежек, но и у людей, страдающих диабетом и аллергией. Он натуральный, делается только из натурального какао, только из натурального какао-масла и только из натурального меда. Я точно знаю, что производитель, который делает какао, он его делает без всякой химии и ГМО. То есть это страны Эквадора и Колумбии. В Курской области есть у меня очень хороший знакомый пасечник, который производит мед. Плюс, собственно, он еще одобрен администрацией ярмарки. Я у него покупаю этот мед. И в совокупности все эти три продукта дают невероятный вкус, который очень сильно отличается от любого магазинного. Несколько лет назад Герман Стерлигов, в прошлом бизнесмен и почти олигарх, а теперь крестьянин-земледелец с необычными взглядами на жизнь и историю, создал в своей усадьбе атмосферу крестьянской жизни. Одни сюда приезжают из любопытства, ремесленники за опытом. Владимир, продолжающий дело своего деда Бондаря, в этом году прошел еще и курсы по пчеловодству. Теперь будет делать бортевой колодный мед. Его производят дикие пчелы в дуплах деревьев, а собирают люди-бортники. Заинтересовали просто своей простотой, что это все элементарно просто и не надо что придумывать. Мы берем, делаем ульи и собираем пчел. То есть задача вернуть пчел в лес. Мы будем делать натуральный мед, который будет на самом деле лесной, дикий и правильный. То есть это по вкусу каждый человек, когда попробует, он поймет, что это правильно. Сейчас в России осталось порядка 20 бондарей, и Владимир один из них. О настоящих ушатах и катках может рассказывать часами. Если вы видите пасеку крашеную, то это уже неправильный мед. То есть никаких химических, ну не было сто лет назад краски. Зачем красить ульи, если дерево трескаться начинает, когда украсишь. Перекрыть можно только лоскутным воском или обычным воском, пчелиным воском. Это катка липовая для меда, для правильного меда. То есть когда человек выбирает любое бондарное изделие, ушат, запарник, купель или тазик, ну какую-то утварь. Первое, на что надо смотреть, это на обруч. Если обруч сваренный, не на клепках, значит это покупать нельзя. Если донья не звенит, а глухой звук, тогда это тоже покупать нельзя. Если на солнышко смотрим и донышко светится между клепочками, Каждая дощечка это клепка, если есть просвет, значит это, как дядя Ваня Кузнец говорит, фуфламицин. Это покупать нельзя. То есть это будет течь. Ну и также любое бондарное изделие подготавливается единоразово на весь срок службы изделия. То есть мы его вымачиваем до того момента, пока не набухнет каждая клепка. Натуральное всегда не дешевое. Цены на ярмарки кусаются. Однако для основного круга посетителей это не помеха. Ради хрустящего хлеба из русской печи и дикого меда, многие готовы преодолеть не одну сотню километров дороги. Прибли мы тапочки, очень даже неплохие нам понравились, ну супруги моей. И мед тут покупаем, приезжаем. Также покупаем масло натуральное. Стараемся на каждый день приезжать. Каждый раз удивляет, то есть как бы качество, то что люди сами делают, очень красиво это. Видно, что человек душу вложил сюда. То есть что, к сожалению, не увидишь в магазине, тут это можно как бы ощутить даже. Вообще здесь очень много хорошей, качественной продукции, замечательной, хорошо все организовано, приятные люди, улыбчивые какие-то, очень добродушные. И как-то несмотря на то, что плохая погода, у всех улучшилось настроение. Вот мы приехали, с удовольствием прошли, погуляли, посмотрели. Наверное, подобную продукцию только в монастырях у нас есть, если продают, по ощущению. Но здесь, конечно, все намного более разнообразно. Елизавета Макеева, Антон Елизаров, Истра.РФ